У нас в гостях председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Александр Викторович Студнев. Александр Викторович, добрый день. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. И первый вопрос будет касаться, наверное, самого важнейшего показателя для города – это экономика. А какие рынки удалось сохранить в этот непростой период пандемии и как в целом ситуация отразилась на бюджете города? Я сказал бы, мы не только сохранили все свои рынки, мы в этой непростой, сложной ситуации еще и нашли новые рынки. Если говорить вообще о рынках сбыта, то мы поставляем свою продукцию в 65 стран мира. И этот показатель по сравнению даже с 2019 годом возрос. Еще, что хочется отметить, и это важно, наверное, в этой ситуации мы, понимая, конечно, что сложно будет работать, тем не менее мы нашли и резервы и на внутреннем рынке. Мы расширили спектр своей продукции выпускаемой, мы определили ту продукцию, которая сегодня важна на рынках не только нашей страны, но и других стран мира. И реально понимаем, это наш заработок, это возможность сохранить и трудовые коллективы, и нарастить свои обороты по выпускаемой продукции. То есть, получается, город заранее подошел к этой проблеме, и благодаря этому удалось не допустить спада темпов производства и экономического роста. Даже я бы сказал, что в этой ситуации надо отдать должное и руководителям предприятий, потому что они смогли мобилизироваться, они смогли сохранить и нарастить сегодня свою продукцию. Это очень важно. И важно отметить, что они нашли ту продукцию, которая сегодня востребована на наших рынках. В 2020 году в городе появилось сразу несколько значимых социальных объектов. Во-первых, это открытая после реконструкции детская городская больница, и также 62-й по счету детский садик, который открылся буквально недавно. Скажите, чего можно ждать в 2021 году? Я бы даже сказал, что это долгожданные наши объекты, и мы к ним шли на самом деле не один год. Если говорить и остановиться вообще на реконструкции детской больницы, я считаю, что это один из таких знаковых объектов 2020 года, потому что в любом случае мы понимаем прекрасно, что здоровье сегодня ребенка, это здоровая нация, это все то, что необходимо сегодня и важно нам сохранить. То, что касается вообще в том числе и долгожданного детского сада, следует отметить, что за последние 7 лет это первый детский садик, который мы построили вот именно за этот период времени. И так получилось, что 7 микрорайон, 7 лет, и еще мы хронологию провели, что буквально в этот промежуток времени, когда мы открывали этот новый детский садик, у нас родилось 7 малышей. Вот как-то 7-7-7. Маги цифр. Да, тоже очень хорошо. И именно долгожданный детский сад, долгожданный для 7 микрорайона, потому что это достаточно развивающий, молодой, новый микрорайон. Там в основном-то у нас и получается, это многодетные семьи, это где в основном-то и идет развитие жилищного строительства нашего нового 7 микрорайона. То, что говорится вообще про детский садик, тоже нужно отметить. Здесь он получился современный новый детский сад, современное оборудование медицинское, бассейн, что очень важно отметить. И вообще 240 с бассейном новый детский сад. Вот это, считаю, что это тоже хороший знаковый объект текущего года. Но я знаю, что город на этом не останавливается. И даже если прогуляться по 7 микрорайону, можно увидеть несколько новых социальных строек. Это и школа, и еще один детский сад. Это уже не тот 7 микрорайон, как мы привыкли его называть. И уверен о том, что уже в следующем году мы уже не будем его называть 7 микрорайоном. А уже мы провели конкурс по 5, 6 и по 7 микрорайону. Есть предложения конкретные, именно как мы их будем в дальнейшем называть. И я думаю, что это уже в 2021 году, буквально в январе месяце, мы уже найдем имена этим новым микрорайонам. Но то, что касается вообще дальнейшего развития, как вы правильно сказали, это уже достаточно интересный микрорайон. Своя пешеходная зона есть, свое игровое детское оборудование, которое с каждым годом совершенствуется. Это все, чем сегодня живет 7 микрорайон. Важно еще отметить и наполнение 7 микрорайона. Это опять же социальные объекты. Буквально в следующем году откроется спортивный центр. Тоже там и будет и бассейн, и будут для разных видов спорта залы предусмотрены. Это тоже большие вложения. Но что хочется отметить, что благодаря поддержке нашего президента, мы в текущем году заложили фундамент по строительству новой школы на 1020 мест с бассейном. И строительство еще нового детского сада тоже на 240 мест с бассейном. Я считаю, что это достаточно хороший задел этого года. И уверен на том, что следующий год тоже порадует нас новыми объектами. Я думаю, мало какой из городов нашей страны может похвастаться таким количеством социальных объектов. Хочу отметить, что город не маленький. 212 тысяч населения. Он говорит о том, что здесь и надо, и развиваться. Как социальные объекты и направленность наши. Ну и, конечно, мы понимаем, что это важно сегодня для населения. Важен и здоровый образ жизни наших людей. Ну и, конечно, наполнять их разными объектами. Касаясь важных объектов, ведь в городе открывались не только социальные объекты, а это и торговые центры, это и автомобильный салон. Все это, как известно, ведет к развитию рабочих мест именно у нас здесь, на территории Бабуйска. Скажите, планируется ли в 2021 году продолжать развивать инфраструктуру и открывать такие центры, которые смогли бы привлечь и инвесторов, и развить количество рабочих мест в городе? Конечно, планируется. И если говорить именно о реализации этих проектов, это инвест-проекты, которые были реализованы в текущем году. Один из новых для нас таких проектов – это автоцентр, где мы собрали и Рено, и Лада, и Митсубиси. И на 2021 год они планируют завести сюда еще бренд Nissan. Я думаю, что это тоже хороший знаковый объект текущего года. Ну, конечно, не обошлось без объектов торговли. Достаточно крупный объект, который тоже открыли торговлю – это торговый центр «Абсолют», где зашли сюда новые такие бренды, как «Грин», как «Юск». Ну, конечно, пятый элемент там будет. Ну, и другие сопутствующие такие магазины, которые позволят нашим горожанам в одном месте приобрести все, что необходимо. И надо будет ездить, наверное, по всему городу. Все собралось в одном торговом объекте. Ну, Санта достаточно активно развивается у нас в городе, строят новые объекты. В 2021 году мы тоже ожидаем порядка двух объектов, которые они откроют у нас в городе. Ну, и от таких масштабных проектов перейдем, наверное, к менее масштабным, но не менее важным. Вот мы напишем наш интервью в преддверии Нового года. И вообще у нас в городе особое внимание уделяется этому празднику, и особенно тем детям, которым нужна поддержка и внимание в преддверии Нового года. А как известно, в городе на протяжении всего 2020-го открылось несколько детских домов семейного типа. И вообще многодетным семьям уделяется огромная поддержка. Скажите, что будет делаться для именно многодетных семей в следующем 2021 году? Ну, самое главное и основное – это, конечно, поддержка многодетных семей в части строительства жилья. В любом случае, это тема не только этого года, но это и 2021 года. Я уверен, что это на последующие годы в том числе. Ну, и если отметить вообще про многодетные семьи и отметить про дома семейного типа, которые мы открыли тоже в текущем году, мы долго думали и пытались как-то выработать достаточно такой интересный проект для того, чтобы можно было комфортно проживать в этих домах. И такой проект мы реализовали не один в городе, именно дома семейного типа с заводом КПД. Это комфортабельные, уютные дома, именно где сосредоточены те комнаты для комфортного проживания таких семей. Потому что мы прекрасно понимаем, что эти семьи, они ни по два, ни по три ребенка имеют, это по 8, по 11 детей. И для этого необходимо создать комфортные условия для этих ребят. А если учесть о том, что все дети в основном-то разнополые, то нужно предусмотреть в том числе и для мальчиков, и для девочек комнаты, комнаты для общего какого-то проведения различных мероприятий, чтения, в том числе книг, просмотра фильмов. Вот именно такой комфортабельный дом мы на самом деле сделали с заводом КПД. И уверен в том, что эта практика пойдет развиваться не только у нас в городе, но и за пределы нашего города, но по Могилевской области. Я уже знаю, что на 2021 год есть ряд районных центров, где эти проекты будут уже реализовываться. Этот год, наверное, самым насыщенным оказался для наших медиков. Скажите, насколько удалось держать ситуацию под контролем и смогут ли пациенты с COVID-19 в дальнейшем рассчитывать на своевременную и квалифицированную помощь? Если говорить у нас по городу, я считаю, что максимально все, что нужно, наши медики сделали. Нужно отдать им должность, сказать огромное слово благодарности за ту работу, которую они проводят и сегодня. Мы прекрасно понимаем, что с этой болезнью, наверное, с этой проблемой мы уже сжились. И нельзя сегодня говорить, что мы от этой проблемы уйдем. Нет, конечно. Но самое главное, что все медикаменты для лечения, для профилактики у нас в городе имеются. И сегодня задача именно медиков правильно и профессионально проводить все, начиная от анализа, заканчивая их сопровождением, тех людей, которые заболевают этой болезнью. Хочу отметить, что в том числе и наши медицинские учреждения имеют все необходимые и лекарства, и койко-место для того, чтобы можно было профессионально пациента обследовать. Вот немножко продолжив тему с ковидом, очень часто, особенно на телеграм-каналах некоторых, мы слышим критику в адрес властей за то, что не прекратились и полностью не были запрещены новогодние мероприятия. А насколько оправдан такой риск? Если говорить вообще про телеграм-канал, я думаю, что нам тоже нужно свыкнуться с этим. Надо уже тоже, может быть, более внимательно уделять внимание в том числе и телеграм-каналу, потому что если говорить вообще о телеграм-каналах, наверное, каждый из нас с ними сталкивается постоянно. Мы видим и читаем, что сегодня важно, хочу отметить, интересует наших жителей. Ну и, наверное, очень негативно хочу сказать, что сегодня сливается в эти телеграм-каналы, понимаете, что если мы хотим негатива, то заходи в любой телеграм-канал, и ты его найдешь. Но этот негатив, он же должен быть как-то и оправдан, если ты пишешь, если ты имеешь информацию, и важно, она подтверждена, то говорить об этом правду. А зачем сегодня говорить и в том числе обливать грязью наш город? Я считаю, что это тоже некорректно, но и неправильно. Если говорить вообще о новогодних праздниках, ну, конечно, куда же мы от них денемся? В любом случае, сегодня наши жители, гости города будут приезжать в гости к своим родным, близким, и, конечно, будут праздновать Новый год. Я уверен о том, что наши заведения позволят сохранить и безопасность, и сохранить порядок для того, чтобы можно было комфортно отпраздновать новогодние праздники. Я думаю, здесь еще вот такой есть упор в этой критике о именно массовых уличных мероприятиях, да, то есть это новогодние елки для детей, это шествия Дедов Морозов, то есть насколько оправданы именно проведения таких массовых мероприятий? Мы никуда от этого, во-первых, не уйдем, а второе, мы и так максимально в этом году сократили вообще праздничные мероприятия. Следует отметить, что мы даже в этом году и День города массово не провели, не только, наверное, мы, большинство наших городов-партнеров, побратимых наших городов, которые не были на нашем мероприятии. Ну, такова жизнь. Это дало свои корректировки, наверное, у каждого. То, что касается новогодних праздников, еще раз говорю, мы от них никуда не уйдем, а то, что касается новогодней нашей елки, ну, как не прийти на новогоднюю нашу елку, не полюбоваться, как сегодня не привезти ребенка, не показать. В любом случае, меры безопасности, они будут предусмотрены, а тем более, если говорить, это все равно будет проходить на свежем воздухе, это будет на улице. Я уверен в том, что никакие сегодня запреты не позволят испортить нам новогодние праздники. Ну да, особенно для детей, потому что как не привезти ребенка на новогоднюю елку. Да, и новогодняя елка, и новогодние поздравления, и новогодние праздники детские, они будут проходить, и они проходят уже. В том числе и наши предприятия, руководители предприятия, они тоже посещают и дома приюта, дома семейного типа, для того, чтобы в том числе и поздравить наших ребят с наступающими новогодними праздниками и Рождеством. Возвращаясь к теме о том, что мы отменили некоторые праздники, вот в частности, не смогли приехать делегации городов-побратимов нашего города. А скажите, удалось ли сохранить связь с этими городами, не только экономическую, но, допустим, и культурную? Я бы сказал, что мы не только сохранили, но мы в этом году даже нашли и новые города-побратимы. Да, мы не смогли, наверное, важно отметить, подписать наши протоколы намерения и подписать именно договора с нашими городами-побратимами. Мы подготовили непосредственно сейчас эти все документы. Я думаю, что 2021 год наполнит нас еще и новыми городами-побратимами. Так вот, важно отметить, что мы мало того, что сохранили, как я уже сказал, мы вместе с ними где-то находили и точки поддержания друг друга в части и культурного, и духовного. И очень важно здесь и сказать в части и медицинского сопровождения, в том числе оказания и помощи. Наши китайские друзья тоже помогли нам и медикаментами. Также следует отметить, и мы со своей стороны помогли им теми же масками, когда было сложно. И наши города, российских наших партнеров, тот же Нарафаминск, когда вопрос стал, где и как сегодня взять маски, наша славянка помогла здесь активно. И вот именно, наверное, вот в эти сложные времена, минуты, мы нашли понимание и поддержку именно наших городов-побратимов, партнеров. То есть мы реально понимаем, что мы должны мало того, чтобы дружить, но мы должны и помогать друг другу. Вот именно все это скопилось, и все это мы укрепили, сказал бы так, в этом году. То есть, несмотря на пандемию, удалось сохранить все связи, но я думаю, лично появится возможность встретиться уже летом 2021 года, когда в Бобруйске пройдет венок дружбы. Да, на 2021 год мы, конечно, свои планы не меняем. Мы не только планируем и День города, мы планируем и венок дружбы, мы планируем и Арджижель провести, потому что именно 2021 год, именно вот эти наши такие знаковые и для всех наших граждан, и жителей, и наших друзей мы всегда ждем этих праздников. В этот довольно непростой год у многих, я думаю, предприятий, может быть, частного бизнеса был велик риск забыть обо всем, кроме производства. Скажите, насколько продолжают наши предприятия по доброй традиции участвовать все-таки в жизни города? Они из года в год участвуют в жизни города, и этот год тоже не был исключением. Следует отметить такие наши крупные предприятия, как ТДА. У них детский сад номер 56, подшефный. Они его обустроили, они привели там в порядок детские площадки, игровое оборудование. В том числе в стороне не остался и Агромаш, и Белшина. То есть мы понимаем прекрасно, и я уверен о том, что и руководители понимают крупных таких предприятий, что большинство, да не только большинство, наверное, детки их людей, они ходят в любом случае в наши детские дошкольные учреждения, они ходят в наши школы, они лечатся в наших поликлиниках, больницах. И мало именно того, что они уделили внимание, как я уже сказал, дошкольным, школьным учреждениям, они не обошли стороной наших медиков. Потому что в самое пиковое время приходилось, конечно, сложно, в том числе не только медикам, но приходилось именно в это пиковое время нужно было самое главное поддержать наших медиков. И в стороне не остались наши предприятия. И руководители объектов общественного питания подключились к этому, их где-то помогли и горячими обедами, ну и даже теплом своим они тоже поддержали наших медиков. Это тоже очень важно. И мы понимаем, как сегодня было важно это сохранить, и важно было именно поддержать их, поддержать их как и морально, так и духовно. Потому что, наверное, и сегодня каждый из них, может быть, даже еще и не осознал всего того, что было. Я думаю, еще одним из пунктов этой работы, из личного опыта скажу, недавно слышал фразу, судя по всему, сотрудник Водоканала, его знакомая спросила, был ли он на бабушкиной крынке, и видел ли он иллюминацию. На что он и смело заявил, что это вообще не иллюминация, и только возле их предприятия самая красивая и самая яркая новогодняя иллюминация. Я думаю, ведь это тоже немаловажная деталь. Вот в такой погоде, в такой год создать сказку окружающим, в первую очередь, наверное, детям, оздобив свой вход в территорию своего предприятия именно новогодней иллюминацией. Я бы сказал, даже создать праздник. Потому что из года в год, я бы сказал, даже ни одно наше предприятие не осталось в стороне. Мы из года в год наращиваем и иллюминацию, и освещение предприятий. Но и самое главное, я бы сказал, мы создаем сказку. Сказку именно для того, чтобы жители города могли при посещении либо проходя по улице, где-то сфотографироваться, где-то увидеть мастерство тех людей, которые приложили именно душу для оформления своей территории. И нам на самом деле есть чем похвастаться, увидеть, потому что с каждым годом мы наращиваем именно такую новогоднюю сказку в городе. Да, конечно, наверное, мы немножко проигрываем в погоде, но уверен, что в любом случае будет время, когда наши горожане и наши гости города именно сфотографируются уже на фоне снега. Понимаете? Потому что когда снег, когда природа говорит о том, что вот он Новый год, вот он праздник, то, наверное, и в душе совсем по-другому он ощущается. Ощущается тепло, ощущается именно новогоднее настроение. И человек уже именно в эти минуты уверен, загадывает желание для того, чтобы это желание уже сбылось в 2021 году. Так вот, подводя к этому, уважаемые наши жители, наши гости нашего города, всегда, пускай в вашей душе будет праздник, находите всегда минутки радости, гуляйте по нашим прекрасным улицам, наслаждайтесь этой жизнью. Потому что именно радость в душе, радость общения со своими близкими, детьми, они и дают тепло. Слушай, можно смело сказать, что город украшен, а осталось дело только за погодой? Да, город украшен. И говоря уже об украшении даже города, мы же каждый год подводим итоги украшения города. И в любом случае уверен, что по итогам 2020 года мы узнаем наших победителей, которые именно займут призовые места по украшению своей прилегающей территории и украшению своих зданий и сооружений. Ну, я думаю, уже какой-то вывод можно сделать по соцсетям наших горожан, потому что активно появляются как раз-таки фотографии во всех соцсетях и мессенджерах с территории, украшенной нашими предприятиями. Ну да, нам бы еще снежка немножко. Снежка, чтобы создать именно фон и новогоднее настроение. И вот именно говоря об итогах уходящего 2020 года, мы постоянно подводим итоги по новогоднему оформлению предприятий, организаций города. И вот всегда мы решения принимаем на основании именно объезда комиссии, которая постоянно мониторит, смотрит и в конечном итоге мы выносим призовые места. Так вот, как раз говоря сейчас именно о новогоднем оформлении, я бы хотел предложить нашим гражданам, пускай они тоже поучаствуют именно в подведении итогов. Я думаю, мы сейчас подумаем, как это сделать, может быть, через телеграм-канал, через мессенджеры, как мы уже привыкли к этому, для того, чтобы каждый житель города мог сказать и, может быть, определить в том числе и победителя 2020 года. При зрительских симпатий. Пускай будет так, а в конечном итоге это определенный дополнительный балл для того, чтобы можно было стать победителем. Да, и неплохой стимул, кстати, для предприятий. Да, это будет тоже интересно. Как раз, я думаю, что буквально вот в разговоре и родилась такая мысль, идея. Уже замечательно. А немного сменим тему. Александр Викторович, вы болельщик или нет? Есть ли любимый вид спорта и насколько вы азартно к нему относитесь? Я уже понимаю вопрос подвохом. Вы сейчас подведете меня, наверное, под наш футбол, под белшину. То, что касается азартности, я скажу так, риск всегда благороден во всех делах. Наверное, любой человек имеет и азарт, и в душе, и всегда имеет место определенному риску. В меру, скажу так. Да, вот вы опередили мой вопрос. Действительно, у нас сложилась в этом году, скажем так, не особо яркая ситуация и с футболом, и с хоккеем. Какие мероприятия планируются, чтобы все-таки вернуть большой спорт в Бобруйск? Наверное, в первую очередь, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо сказать, что мы вообще сделали. Конечно, для нас, да не только для нас, наверное, для каждого из жителей города Бобруйска, Белшина, футбольный наш клуб, это на слуху многие-многие уже годы. И как бы там ни печально об этом говорить, но, да, для нас выход из высшей лиги, для нас это сегодня достаточно печально, если не сказать еще хуже. Мы долго шли к высшей лиге, мы и ребят подзадоривали постоянно, и получить результат практически на последнем месте не очень приятно. Но уверен о том, что все у нас впереди, сейчас самое главное сконцентрироваться, собрать ребят, собрать команду, чтобы и тренерский состав уже более жестко, наверное, может быть, даже подошел к 2021-2022 году. Понятно, будем начинать уже с более низкого старта, но, тем не менее, у нас шансы для этого есть. У нас есть хорошая спортивная школа, у нас есть хорошие ребята, и важно отметить, нам надо своих ребят уже растить. То, что касается хоккея, в текущем году мы в экстралии не играли, потому что мы максимально сейчас собрали тех ребят, которые уже в следующем году, уверен, покажут совсем другие результаты. Но следует отметить, если мы где-то потеряли лидерские качества по футболу, в футболе, но, тем не менее, наши ребята порадовали не только наш город, на нашу страну. Это таки, как Андрей Козусенок, Владислав Бурть, Ирина Курочкина наша, Ванесса Колодинская. То есть это в любом случае те наши ребята, которые прославляют нашу страну. То есть можно смело сказать, что Бобрусь, в том числе, Олимпийский город. Он всегда был, уверен, он будет им. И мы вернем свои лидерские позиции, и в том числе, и по Белшине. Да, бывает, бывает, в том числе, где-то свой негатив сыграл и ковид, где мы потеряли эти лидерские качества, и было сложно и восстановиться. Но нельзя говорить о том, что это причина нашей неудачи. Мы проиграли этот факт. Наверное, самое ожидаемое, самое актуальное событие 2021 года, это Всебелорусское собрание. В городе, как и везде по всей стране, проводились диалоговые площадки. Скажите, какие предложения жителей для вас, наверное, были самыми конструктивными и достойными? И сейчас ведется эта работа. Много сегодня предложений поступает именно и от молодежи нашей. Это очень важно, следует отметить. Ну и вообще от жителей нашего города. Уверен о том, что все эти предложения, которые поступают к нам, они найдут свое отражение, найдут, наверное, в первую очередь и в проекте тех решений, которые мы в дальнейшем с вами увидим и услышим. Вернемся немножко к благоустройству и красоте нашего города. Вот, я думаю, вы уже наметили план на 2021 год. Что, по-вашему, необходимо изменить, может быть, доделать в первую очередь? Мы для себя на самом деле ставим такие амбициозные планы 2021 год. Наши жители уже увидели так называемую перемычку, которую мы сейчас делаем. Проспект строителей, улица Шинная, на улицу Ленина выходим. И буквально в ближайшее время мы запустим эту перемычку. И вот именно отсюда исходят жизненные вопросы, которые требуют, конечно, дальнейшем и решения. Поэтому мы максимально займемся капитальным ремонтом проспекта строителей, улицы Ленина. Начнем пешеходные связи здесь. Очень актуально, потому что с учетом и вводом этого участка дороги мы понимаем прекрасно, что достаточно будет комфортно людям и пешком, которые сегодня и работают на фондоке, и тот же Агромаш, где люди трудятся им в шаговой доступности. Важно комфортно добраться до рабочего места. Поэтому максимально уделим внимание и пешеходным связям, это пешеходные тротуары. Не забывать будем про велодорожки. Ну и важный, конечно, такой момент, это капитальный текущий ремонт улиц города. Также продолжится в следующем году капитальный текущий ремонт жилфонда. Важным аспектом мы увеличим и нарастим строительство жилья для наших горожан с привлечением льготных кредитов. То есть программы и планы тоже достаточно серьезные. Огромное количество планов на 2021 год. И важно понимать, что в любом случае при всех наших болезнях, проблемах город живет. Мы должны сегодня обеспечить комфортабельными условиями проживания наших горожан. И не только наших горожан, но и гостей нашего города. Это больше рабочие планы, а у нас канун Нового года. Скажите, каким все-таки этот год был лично для вас и чем он, наверное, больше всего запомнился? Ну, обычный 2020 год, только что 2020. Но, тем не менее, я считаю, что он запомнился не только мне, но и нашим горожанам. Это социальными объектами, которые мы построили. Важными, наверное, вопросами, что мы сохранили рабочие места, мы сохранили свое производство. И важно отметить, что мы это все сохранили в нашем городе. И хочу сказать спасибо в том числе и нашим гражданам за их понимание, за их искренность, за чистоту сердец и за то, что, наверное, для каждого он был, может быть, и непростой год, сложный год. Но мы сохранили свое, свое я, свое то, что мы имеем. Мы не ударились в панику, мы не пошли с этими флагами, мы не начали устраивать забастовки в городе. Хотя я хочу сказать, что много здесь было желающих, которые хотели поднять наши крупные предприятия. Белшину, Агромаш, ТДА. И вот именно наш менталитет, нашего человека, наверное, сыграл здесь очень важную роль. Они прекрасно понимают, что все, что кто-то призывает, кто-то что-то говорит, это все надувное, оно как мыльный пузырь уже и лопнуло. А дальше что? И вот именно та частичка самосознания, она осталась у наших людей. И они сегодня это сохранили. Вот за это им тоже огромное спасибо. Уверен, что с такими людьми мы, Егоры, можем свернуть. Именно в хорошем смысле слова свернуть, потому что они живут этим городом. А все остальное, каждый человек, каждый гражданин, он прекрасно понимает, что только он своими руками может сохранить этот мир, сотворить что-то новое. Вот это важно. И это важно, я думаю, для каждого человека. Александр Викторович, а чего же вы все-таки ждете от 2021 года? Ну, я, конечно, в первую очередь хочу сказать, самое важное и самое главное. Это хорошего настроения нашим горожанам. Это спокойствие в нашем городе, процветание нашему городу. Ну, и чтобы в нем всегда была радость и смех наших детей. Вот именно из этого состоит, наверное, счастье каждого человека. А планировать каждый человек для себя планирует. Кто-то планирует строительство жилья, кто-то планирует новую семью. Поэтому каждый человек, наверное, в своей жизни ставит новые планы, в том числе и на 2021 год. Нашим горожанам я хочу пожелать в первую очередь уюта дома, комфорта на работе, и чтобы они сохранили тепло в своих сердцах. И каждый человек, я думаю, что на 2021 год поставит себе цели, вот чтобы эти цели всегда воплощались в жизнь, и чтобы они находили радости в этой жизни, и чтобы они комфортно себя чувствовали. Это, наверное, важно. Жож, спасибо огромное за такие честные ответы. От себя хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Спасибо огромное, что пришли к нам. Спасибо, спасибо вам. Спасибо за то, что мы так конструктивно пообщались сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok